здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас на этом замечательном прямом эфире может быть уже записи для кого-то хочу начать наш с вами диалог создание уютного теплого особенного пространства вот просто пока вы добавляетесь я думаю дай-ка я поиграть здравствуйте верите мои улыбки здравствуйте здравствуйте заходим где он просто про эмоции сегодня поэтому будем немножко исследовать разные грани состояния эмоциональные смотреть за ними кстати вы можете что-то там добавлять что-то там даже можете комментировать вот значит меня попросили сделать этот эфир интересно отреагировал я сказал ну знаете вообще-то на улице жара такая невыносимо как можно говорить о каких-то действительно таких интересных вещах все все живое прячется находить из меня выжить что-то ну ладно я набросал себе значит очень важных вещей зачем вам сегодня быть на этом эфире мы поговорим с вами ну я расскажу я расскажу периодически прерываясь на чай конечно я расскажу вам ну может быть с крупицами диалога может быть крупицами диалога если будут интересные комментарии вопросы такие достойные вопросы глубокие вопросы такие вот в первую очередь конечно людей с медицинским образованием было бы очень здорово получать эти вопросы это сразу предупреждаю обожаю таро кулагина ничего себе а нет и уже и таро а у тебя два аккаунта ничуть ты с двух телефонов меня смотрят на получается потрясающе ну мне приятно мне приятно включать тоже если старые телефоны включать включайте тоже вторые телефоны мне нравится когда меня из трех смотрят телефон не знаю да обратно связь не давали но вот фоточку выложите я ее публику с трех телефон боже с двух пока да вот сегодня я случайно случайно конечно же так вот друзья я дурачусь создали такое эмоциональный фон кто-то злится там кто-то радуется кто такой ой ой как классно будет весело нет все серьезная серьезная информация это будет базовая информация я очень хочу что там в анонсе почему-то упомянули каких-то бабушек вот я хочу чтобы если вы показали это бабушки вот чтобы она с первых же нот сразу сказать а кого принесла сюда дочка внучка что ты мне показываешь он вообще здоров-то много человек вот на таких вот нотах на таких вот так сказать пикированиях я попробую сегодня говорить им эмоциях тем это серьезно и как бы мы будем говорить о болезнях будем говорить о том как складывается наша жизнь о том как как вообще мы живем забытие будем за бытие гутарить будем мы сегодня вот сам пытаясь понять думаю что у меня за настроение то сегодня но и юморок там есть юморок там есть чуть-чуть но вот как-то видите вот посмотрите на меня да вот если говорить об эмоциях то конечно я немножко их морю так иронизируют от тролля-ля-ля-ля-ля-ля-ля но вот грустинка то где-то сидит какая да вот видите уже коктейль получается а вы все должны так уметь встречали ли вы случай кота трения я не знаю что такое кота трение значит как получается не встречал так вот я про эмоции смотрите получается если я сейчас загляну в себя и буду искать а это игривость несомненно игривость с радостью но почему-то там сидит нотка какой-то печали откуда это нотка печали рано а умеете ли вы распознавать свои коктейль эмоции вот так сидеть вот прям сейчас и говорю ну к чё в коктейле да а вы такие заглянули такие вот вот там есть немножко отвращение да так отвращение злостя но ты сука высокомерная там например на меня дата обещала материться но сука вот слово в общем-то его литературно отребима значит и что такое вот распознать коктейль там да например вот кто-то кого-то я засмущал с двух телефонов да вот в стыд вогнал да там стыдно кому-то стал например вот это надо уметь вообще-то коктейли пмс но вы знаете пмс пмс урознь да как бы вот берем 10 женщин с пмс и это будет база 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 конечно же нет даже все равно базовое базовое содержание там будет все равно разное это будет очень разные эмоции я предлагаю раз уж мы затронут очень интересную тему коктейль пмс до эмоциональные вот женщины пожалуйста поделитесь по порядку да вот база из чего складывается там например например ну злость там обычно бывает раздражение злость спектр злости то понятно она там же ведь еще может быть еще и отвращение например там может быть да вот такое там еще может быть и печаль депрессивная составляющих попробуйтесь напишите ради интереса это вы увидите да что у каждой истории связанной с пмс понятно что пмс это некий конфликт который в которой попадает женщина когда ее гормонами фон подходит к определенным показателям и мозг такой говорит спрашивает но в общем вот вот я тебе только что я тебе дал цикл целый эти эти дал возможность продлить жизнь я тебе дал возможность как бы побыть на пике своего цветения женщины и куда ты это все да то есть вот и это все как бы он спрашивает это спрашивает у одну другой женщины другое спрашивает например говорит и окружает у тебя вот вот окружает тебя сволочь они да то есть как бы тоже может быть такое то есть очень-очень тонко на умеет различать ладно чё подсобрались да немножко девять минут на под на на сборы поехали начну с анекдотом мне он понравился он такой немножко наш психосоматический такой анекдот про пмс-ные коктейли можете писать мне тоже будет интересно да там базовая нота помните как в духах на этом базовая нота потом обертон да там и не знали как это называется да и вот верхняя нота улетает вот вы очень интересно это будет интересно исследование да потому что там богато может быть у некоторых очень даже богата ну чё поехали значит анекдот разговаривают двое не знаю мне так подсчет запал он прям наш такой психосоматический разговаривают двое мужичок и дьявол и мужичок такой говорит слушай но но ведь моча это же отфильтрованная почками кровь дьявол смотрит на него и говорит так я тебе еще раз повторяю контракт на продажу души мочой не подписывается ну вот улыбнитесь впустите в себя немножко гормонов радость да да есть а кто-то другие гормоны вся щас пустил открывая сегодня инстаграм цитата джо диспензе мы как-то как-то цитатка такая была интересная короче в нашей жизни происходит не то чего мы хотим избывается вот эти да вот мечты и вот эти вот желания исполняются не те которые мы хотим а те которые мы себя представляем так вот тем наш сегодняшний встречи как раз таки про то что в действительности мы себя представляем причем тут мне странно такой юмор не воспринимать да мне здесь нравится про отфильтрованную кровь это вот такой тонкий тонкий прикол да здесь вот наш психосоматический поэтому видите да кто-то так взял у кого-то мозг такой идентифицировали на дебют идиот он еще прямые эфир ведет да то есть очень разный да давайте уметь наслаждаться всеми гормональными коктейлями они должны входить нас менять друг друга и вот если мы застреваем то хана значит органы это наши это зеркало наших эмоций а эмоции это зеркала наших органов вот да значит что если я памятку себе делал и какая-то жесть как будто не я писал значит господи ладно что из себя представляет эмоции вот если вы взяли например дошли по дому там ли по улице где-то да или в траве от траве шли да и вот ударились вы ударились вам стало больно боль является сигналом который должен распознать ваш мозг вы должны вы материться там понятно а потом должны посмотреть и обнаружить что там в траве лежит и зная что теперь там это лежит тогда и обходить это все механизм боли сработал вы получили сигналы изменили свое поведение это физическая боль эмоции по сути является такой же таким же сигнальным инструментом создаваемым эволюции для того чтобы мы получав получая обратную связь от наших чувств эмоций соответственно телесных состояний понимали в какой среде мы живем что нам нужно тут сделать что нам нужно изменить и соответственно чтобы здорово здорово там двигаться по жизни идти и достигать своих целей ну и в общем то понимать в том числе проживаем ли мы эмоции или там застреваем каких-то или сбегаем или вот любим какой то у нас есть любимая эмоция например строгой такой злости бабушкиной возле подъезда мы в ней застыли такие строгие нравоучительные такие носители нравственности вот есть такие люди есть полно с возрастом особенно появляются я знаю как правильно я носитель ценностей сейчас пристыжу при первой же возможности эмоции является мощнейшей энергии которая должна заставить нас изменить поведение вот про траву я рассказал пример а теперь давайте такой же пример стандартный очень стандартный типови типовой пример да весна и у двух взрослых людей развод развод например да больно эмоционально больно конечно оба боль переживает тра ля 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 и вот там что-то все произошло слава богу хорошо на следующий весной раз и поленос что такое ну поленос смысле аллергия да то что так а как а что это такое поленос аллергия почему а потому что мозг говорит следующей весной говорит ты чё чё хочешь опять чтобы это боль повторилась что для неё теперь все весна это боль но какая боль ну та боль которая эмоциональная была там и теперь аллергия это попытка мозга защититься там от символов весны да то есть наши эмоции которые которые с говорили нам о том что развод это больно это ужасно больно это ужас просто какой-то там был так сложно что следующей весной мозг пытается там от пыльцы защищаться потому что больно было там до классическая история между прочим кто не знает про поленозы кто не знает про поленоз тема развода первое я предлагаю посмотреть расставание я имею ввиду и в аллергиях таких сезонных в частности вот так вот у одного из семьи есть поленос а у другого из бывшей семьи нет поленоса что за магия оказывается оба испытано ну кстати оба могли испытывать разные эмоции в этот момент да кто такой но для кого-то драма и вот то для кого драма он соответственно настолько погрузился в эти переживания не смог их переработать не смог как-то переоценить не смог успокоить внутри не смог что-то не смог переварить это боль и на следующую весну там вот такой механизм например да то есть наши эмоции должны нам показать боли эмоциональные должны показать здесь тебе нужно работать здесь над этим нужно работать если не поработала например или не поработал следующей весной будешь платить там чем-то симптомам например да аллергии за то что когда с этой болью не поработал решение какое чтобы избавиться например до той же аллергии а надо с этими же эмоциями вновь поработать Какой я чай пью И не знаю, я что-то засыпал сюда Нет, ну здесь брусника И небольшой этот Саган Дайля есть А вот черный какой-то засыпал, не знаю Может быть, кстати, в этом секрет моего настроения Хотя нет Секрет моего настроения И тут, да, может быть, ваша реклама, между прочим В креме Для сосудов Каком-нибудь, да Я вполне могу включать его Вот что-то промочу Не знаю, так вот И Я хотел вам тем самым простой пример привести Наши эмоции Должны заставить нас Обратить на себя внимание И Быть переварены, переработаны Потому что эмоции Это огромнейшая энергия Причем Я не знаю, вам в школе должны были рассказывать Но это же Эмоции Это те же самые гормоны Вот недавно Прямо до сих пор под впечатлением этой книги Наоми Волф Да, Вагина История современной женской сексуальности Вот мне нравится там Я ее читал как психосоматолог, да И как мужчина Вот Мне нравится очень эта книга И там вот она прикольный пример описывает Она ссылается на исследования Значит и Специалистов Хороший, научный, да То есть и Ну настоящий Не наши психосоматические, конечно же Конечно же Настоящие исследования Вот И она ссылается и описывает Такой феномен Говорит Вот женщины, которые находятся В некотором стрессе Связанном с отношениями Например, отношениями к ним Мужчин Они, естественно, находятся В преобладающем эмоциональном фоне Внутри которого Есть определенные эмоции Которые Связаны с тем Что она себя считает Подавленной Униженной Там несправедливы к ней Там отношения Вот все там женское не раскрывается Так далее, так далее И эта проблема Создает Хронический Гормональный фон Да Идем, да Хронический Гормональный фон А он что делает А он, собака Создает хроническую изменение Стойкую Глящуюся Хроническую Изменение Значит Слизистой Состояние Слизистой вагины Флоры Там Ну и, соответственно Там Составы Вот Секретов И так далее Всех То есть, фактически Вот этот эмоциональный фон Меняет А потом Говорят в исследованиях Длящийся Механизм Вот этот Вот Длящийся Ну там На несколько годиков Например С одним мужиком Можно жить Несколько годиков Да Он такой Несколько годиков Раз Да даже меньше Конечно же А потом Бах И стойкое изменение Ткани Блин Ёлки-ты-палки И стойкое изменение Ну и, соответственно Симптомы там Множество Да Поэтому Вот вам Типичный пример Простой Да Вот Ну женщина О женщинах Пишет Да Поэтому А мы же знаем С вами Да Например Те, кто читал Например Хаммеры Да Вот этот Так называемый Его называют Для матки Матка особенно Чувствительная Ну, в общем И шейка матки Тоже Слизистая И все Там Так далее Так называемый Грязный полугенитальный Конфликт Помните Вот это Вот кто знаком С этими С раздатками Хаммера Такими еще Костными Почему грязный Полугениталь Как расшифровать Правильно Так вот Она пишет Наоми Вот попробуйте Сказать Женщине Слово Унижающее Ее Ну, скажем Так Ну, унижающее Вагину Да Сравнивающее Описывающее Грязно Там Так далее Унижающее Оскорбляющее Ее достоинство Как женщина Так далее Так далее Моментальная Реакция И вот Между прочим Вот такая Какая Я только что Описал Слово Брошенное Да И Если мы имеем Длящийся Вот этот Механизм То мы получаем Все Что я описывал По большому счету Хаммер Своих розыгрыш Берем Вот этот Пример Беру Близкий Вам пример Уважаемые Женщины Чтобы Понимали Слово Помните Что Библия Называется Да Слово Стало Плотью По моему Так Да Я могу ошибаться Надо перепроверить Да Вот Слово Сказанное Способно Войти В плоть То есть Ну как бы Вот она пишет Чисто Не читали Книгу Ну почитайте Вот Поэтому А если мы Например Возьмем Женщину Например О Я готовился Недавно У меня была Клиентка Я была Клиентка Которая Ей Слегка За 20 Ей Слегка За 20 Она Пришла Ко мне С Фиброденомой Я Прифигел Если честно Ну потому что Таких историй С фиброденомой Столь раннем возрасте Ну там буквально По пальцам Да То есть Вот пришла Она Посмотрели По циклам И У нее Получается Фиброденома Совпадает с моментом Где у нее Начинались Соответственно Отношения Ну ладно Начинались отношения С мужчиной Понятно Что это связано Я ей говорю Ну давай-ка Пожалуйста А ты можешь Образно Мне словами Выразить То отношение Которое у тебя Вот Та метафора Тот образ Который бы ты могла Описать Твои Тонкие отношения Со своим партнером Да И она Выбирает фразу Которая по сути Называется просто Недрокрепший птенец Вы слушаете Женщина Хоть мужчину Вступает с ним В отношения Близкий Там Ну как был парень С мужчиной Да То есть Ну не поженились Только еще И уже не первый раз Они то расстаются То соединяются Соответственно Она говорит Ключевое содержание Как я это проживаю Как опыт проживает Мой мозг Его воспринимает Недокрепший птенец Да Тот кто понимает Конфликт фиброденомы Ну понимает Да Что это конфликт Кто-то внутри гнезда Нуждается В Моих ресурсах Моей заботе Моей любви Все что символизирует Молоко Молоко Женщина Символизирует Поддержку Птенцы от него Крепнут Обычно Птенцы крепнут От молока Это известный закон Вот И И т.д. И т.д. Вот я этот вам Пример рассказываю Да А я что хочу сказать Оказывается Папа ее Она его Не знает толком После того Как мама забеременела Был Мамой Оторгнут По причине Того Что какой-то он Недокрепший птенец Бабушка Держала дедушку Вот так Вот Все детство Она видела Как дедушку Держали Две женщины Ну соответственно Она маленько смотрела Вот две женщины Мама Потому что он тоже Недокрепший птенец Понимаете Вот например Мы берем Вот этих трех женщин Да Три поколения И теперь Внимание Как только К ним Приближается Мужчина Тик Мозг Говорит Я Могу Пустить Тебя В свою Жизнь Только Если ты Вызовешь У меня Вот эти чувства Вот эти эмоции Вот этот кот Потому что за словом Недокрепший птенец Стоит Жалость Снисхождение Немножко Только Отвращение Конечно же Злость Потому что Ты когда Окрепнешь Когда ты Наконец-то Продемонстрируешь Мне что ты Настоящий мужик Да Так далее Вот этот вот Сложный Многогранный Кот У разной Женщины Может быть По-разному В зависимости От тональности Да Вот эмоции Эмоции И вот когда Мозг распознает Этот эмоциональный Кот Тогда Он говорит Узнаю С тобой Я буду Отношения Строить И вот Получается Что она В третьем Поколении Занимается Этой фигней Да И ведь Суть в чем Ну Кстати Фиброденома Говорит уже Что все Дорогая Заниматься Этим Больше Не будешь Выбирай Либо ты Поменяешь Этот код Распознавание Который Вписан Либо Ты не будешь И вот Я хочу вам Сказать В чем Эмоции Вот эмоции Вот мы Получаем От Своей бабушки Ее Ну От ее Ее бабушка Своей дочери Ее маме И ее мама Ей передали Некий Эмоциональный Кот То есть Определенный Тип эмоций Которые Она Соответственно Должна Проживать В присутствии Мужчины То есть Она Даже не она Не она Она тут не понимает Она приходит Просто говорит У меня фиброденома Что случилось И вот Ей надо Показать Этой женщине Смотреть Вот тут Есть такой Нюанс Ваши Чувства Хотят Снова Вот Восстановиться Те же самые Как вот В общем-то Вам сказали Она такая Я не выбирал Я говорю Я понимаю Бабушка Выбрала Мама Согласилась И вы Пока что Соглашаетесь Что я могу Здесь Сделать В общем-то Извините Вот Поэтому Это вот Если соединить С историей Да С Наоми Вулф Например То мы получаем Что некоторые Женщины А теперь На заднем Классное Классное Место Это Классное Да Классное Место Мы получаем Чего Извините Что Мы получаем С вами Дорогие Друзья Я немножко Вас буду Провоцировать Злить Я буду Фрустрировать Вас На самом Интересном Месте Я буду Делать Паузу И такие Ну что 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 Мы получаем Я такой Не знаю Сейчас Я выпью Чай Мне пришла Мысль По сути Мы получаем Склонность К тому Или иному Психоэмоциональному Паттерму То есть Буквально Вот Представьте Женщину Которая Пожила Своим мужем Определенных Психоэмоциональных Постоятельств Как писала Наоми Вулф У нее там Например Какой-нибудь Повышенная Кислотность Например Да Вот Слизистой Вагины Да Потом Раз У дочери Тоже Да То есть Она Передала Не просто Склонность К симптому А она Передала Еще и Склонность К Психоэмоциональному Опыту В присутствии Мужчины Понимаете Про что Я говорю То есть В действительности Мы Еще раз Повторю Эту Простую Очевидную Мысль Мы получаем По наследству Запечатленное В органах И в структуре Нашего тела Склонность К определенному Способу Осознавания Себя Эмоционально Естественно Склонность К определенному Типу Переживаний Чувств Эмоций И соответственно Мы только Дорисовываем Картинку Мира И это Очень важно Знать Потому что Тогда Отсюда Делать Следует Вообще Простой Вывод Ну он Такой В общем-то Несложный Вывод Этот Простой Что Если вы Хотите Дотянуться До Состояния Своего Обмен Веществ До Состояния Своих Органов До Вообще Своей Судьбы Понимаете Как Это Серьезно И Судьбы Ладно Не буду И Органов И Даже Гормонов Вы Можете Это Сделать Только Одним Способ Да Дотянуться До Эмоций До Эмоций Если Мы Возьмем Традиционную Китайскую Медицину Да Которой Уже Не одна Тысяча Лет Да У них Давно Все Поделено Радость Вот Это Так Называем Кто Где Вы Берете Не могу Понять Грусть Да Если Кстати Грусть Вот Я У меня На стене Нарисовано Пять Этих Элементов Да И Вот Металл Грусть Металл Да Вот Если Человек Не умеет Отпускать Грусть То Он Попадает В элемент Металла Это Эмоции Металла А это Что У нас Кто Застревает В грусть То есть В горе В горевании Не может Отпустить Очень часто Знаете Что Не могут Отпустить Люди Что Мои Родители Были Не такими Какими Должны Быть Вот Ну только Это Часто Сначала В обиде Потом Мягкая Грусть Там Так Далее А это Что Толстый Кишечник Друзья А тут Металл Грусть Да И каждая эмоция Она не то Что живет Прям Своем Орган Да Ну вот Имеет Тенденцию Если Ты застрял В грусти Да То Будь Добр Получи И Металл Кстати И легкий Тоже Да Тоже И легкий Да Я что там еще Кстати У меня же где-то Записано было Такая табличка Есть Тут Вот Эмоции Печаль Кашель Классно Да Кожа Волосы На теле Печаль Классно Тоже Толстый Кишечник И легкий Да 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 А вода Это конечно Страх Это почки Это почки Да И мочевой пузырь Тоже конечно Потому что вода Да Вот китайцы Давно Просекли эту связь Очень тонкую Да И Они понимали Что Если вы хотите Здоровья Вы Можете Работать С Психоэмоциональными Состояниями Да Потому что Они соответствуют По человеку Видно В чем он застыл И соответственно Где у него Куда он Центр тяжести У него смещен Вот Сильнейшие чувства Это в общем-то Сильнейший Сильнейший инструмент Наши эмоции Но здесь есть интересный подвох С одной стороны Вот В наше время Главная тенденция Которую давно Говорят психологи Я как бы постоянно Слышу Так далее Так далее Так далее Мы Люди стали Мы стали избегать Перепроживания эмоций Проживания эмоций То есть Вот например В течение дня Мы живем Да И нам стало Ну хреновенько Хреновенько Но это не самое Приятное Между прочим Чувство Вот И что делает Среднестатистический Человечишка Вообще Да Вот так Когда ему стало Хреновенько Он начинает Сразу пытаться Из этого хреновенького Сбежать Вот хорошие виски Там Например Чай Чай Господи Что я несу Хороший чай Вот Может быть Где-нибудь Немножко Переключиться Отвлечься Там Так Далее А в это Хреновенько Оно может Раз И Оно требует Как я часто Говорю Да Это хреновенько Требует Внимания К себе Простого Внимания Перепроживания И спуститься В это хреновенько Немножко Посидеть В нем Побыть Вот Эмоции Должны быть Признаны Так В ней Побыть У нас Огромное количество Сейчас в современном Мире Способов Выключиться Из любого Переживания Из любого Просто Разберешь Планшет И все И ты выключен Из любого Переживания Вообще Напрочь Ты можешь Пройти Мимо Любых Сигналов Вот Именно Поэтому На мой Взгляд Сто процентов Могу Сказать Я отвечаю За свои Слова Современное Человечество Значительно Более Болезненное Чем Наши Древние Предки Потому что Когда мы Читаем Источники Там Я не знаю Книги Получаем Знания От каких-нибудь Там Тысячи лет Назад Элементарно Мы понимаем Что эти люди Основывались В своих выводах В основном На том Как они реально Отражали Этот мир То есть Через Реальный Опыт Вот в каждой книге Возьмите Например Ту же самую Библию Это книга Которая Про Исключительно Реальный Пропущенный Через себя Опыт Вот там Все проживалось И этот опыт Как-то изживался Сейчас же мы К сожалению За счет того Что мы уходим В мир иллюзии В мир иллюзии Это у нас Левое полушарие У него нет эмоций К сожалению Но зато Оно способно Работать с планшетиками Оно может работать В любой иллюзорной реальности С телеками С новостными лентами Да Легко И вот Оно забирает нас Прямых переживаний И в наше время Сейчас Это намного проще Чем древним Поэтому древние Вынуждены были Сталкиваться Со своим внутренним опытом И Отражать Психическую реальность Вот В В жизни Во всем чем угодно Нам легче сбежать От этого Вот и поэтому Мы будем более больные Более нездоровые Потому что Если вы не дружите С чувствами То есть У вас есть внутренний Встроенный GPS Как там ее зовут-то Да Алис Помог Да У Яндекса Алис Покажи мне дорогу Алис такая Показывает Дорога такая А вы такие Давай пока Проедем Не будем смотреть на это Так вот у нас Эмоции являются Нашим встроенным GPS Которые должны нам Сообщить о том Где мы Для чего Куда идем И как правильно идти Наша задача Постоянно с ним сверяться Вот эта хреновенька По которой я говорю Значит надо посмотреть Внутрь Это вообще-то И даже если вы не осознали С чем это связано То не убегать Из этих состояний Дать им проживаться Хреновенько Ладно хреновенько Хреновенько бывает Стыдненько А стыдненько Например Это очень тяжело Отвратительно У меня клиент сегодня был Например Он себя Как мама Сравнивала Например с говном Да И он себя сравнивает С говном Да Периодически Сложные моменты И вот дорогие друзья Живет человек Живет А у него внутри По отношению К нему Вот здесь Огромная Нейронная сеть Отвращение Прикиньте Живет человек Рядом Что-то случилось А у него Отвращение К себе Запустилось Прикиньте И вот Казалось бы Что за GPS Да И вот Вы спросите Ты что ему Теперь следовать За этим GPS Нет Ему теперь Надо смотреть И спрашивать А почему Столько отвращения У меня К себе И живет Человек И это становится Его движущим Мотивом Какой Вот судьбой Этого человека Движет Мотив какой Делай все Делай все Лишь бы Не столкнуться С этой нейронной сетью Она в нем Сбежит он от себя Нет И вот этот заряд Подаренный Например Мамой ему Например Да Он Способен Измотать его Напрочь Его задача Вступить Во взаимоотношение С этим Сигналом С этими эмоциями И Посмотреть Как это Штука Двигает Управляет И показывает Куда Как тебе идти Он думает Что он живет Свою жизнь Да Эта штука Управляет Им Потому что Как только он Приближается К этому отвращению Внутри Возникает Такая энергия Быстро Быстро что-то сделать Куда-то двинуться Новый проект Замутить Что-то прям Предпринять Поехать срочно Покататься Там на На мотоцикле С бешеной скоростью Быстро Там Да И Прям важно Слетать куда-то Чтобы выйти Из этого контакта С этой С этой болью А в нее надо идти Парадокс Но мы этого не хотим Это проблема Современного человечества И так далее И так далее И так далее В результате что Мы получаем Длящийся дискомфорт Потому что Хронические чувства Хронические эмоции Они тыкают Нас тыкают 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 Пальцем Помните Да Вот этот эффект Если я начну Вас тыкать пальцем Вы будете это чувствовать Два-три дня Третий Четвертый день Вы уже забудете Что я вас тыкаю пальцем Вы такие А что у меня Точно Меня тыкают пальцем Знаете почему Мозг отключит Вот это место Он отключит И скажет Ладно Ты не реагируешь Я не буду Его тебе В сознание Выводить Но Тыканье пальцем Не ушло Сигнал все равно Поступает Эмоции Все равно Образуется И Наша жизнь Определяет С этим Тыканьем Пальцем Наш Мотив Выбора Я привел Мотив Выбора Партнера То как мы живем То как мы Думаем И так далее Ладно там Мотив Выбора Записали Хороший Правильно Мужика А этому Мужику Записали Мотив Выбора Ты говно И он теперь Выбирает Любое Поведение Любые дела Лишь бы там Где-то Рядом Он не ударился Об это Он искусственно Делит реальность На какую-то Правильную Неправильную Идет в это А в этот опыт Он не пойдет Никогда А целостность Целостность Сложными вещами Я Повел я вас В дебри Да Не уверен Что сейчас Вам становится Понятно Я уже такой Прям Я как будто Уже такой Академический Уровень Да Ладно Сейчас попробую Простыми словами Короче Сначала Мы просто Живем в дискомфорте И мы уже Не понимаем Где Какой палец Нас тыкает Мы пытаемся Это все Максимально Мы пытаемся Мы пытаемся Выключиться Любым способом Да Благо Современный мир Нам это позволяет Это ужасное время Это ужасное время С этой точки зрения Мы живем В ужасное время Именно С этой точки С точки зрения Что Когда мы пытаемся Отучить своих детей От гаджетов Да Например Каких-то Мы не понимаем Что это вообще Болезнь человечества И она не про гаджеты А она про то Что мы не готовы Столкнуться в реальности Потому что в реальности Мы такие Поворачиваемся А у нас тычок Мы такие Да ну нафиг Как-то такие И отворачиваемся Чтобы быстрее С этим не сталкиваться Потому что Что в семье На каких принципах Мы живем А есть ли у нас Вообще тепло Близость Там да В семье И мы такие Надо убрать У ребенка гаджет Даже в семье Он куда развернется Например Куда посмотрит В какое пространство Он заглянет Мы сами готовы В этом пространстве быть А нам тепло Вкусно Уютно Например В этом пространстве Например Вот и вся логика Этих Этих историй И нам необходимо Уметь понимать Как мы устроены За какой хвост Ее из себя вытащить На нее посмотреть Она такая склизкая Вот эти фильмы Там Чужой Да Кстати Любой фильм Можно разобрать С точки зрения Вот этих архетипов Эмоций Субличности Там В это Если брать этого Героя Про которого я говорю Да у него там Внутри есть чужой Он такой ходит Только В фильме чужой Это там хищник А тут из него Вывалиться может Да То есть например Такой субличностью Такой он живет Внутри Спасибо маме И это конечно же ужас И вот С такими подселенцами Мы все живем Потому что наши родители Наши их предки И так далее Понавсаживали в нас Вот этих вот Нейронных сетей Которые катают Определенные эмоции Эмоции определяют Наша жизнь Мотивы Выборы Поведения Структуру нашей семьи Жизни Брак Судьбы И так далее И вот Перекодировать Вот это вот Можно только Если заглянуть Вот в это вот И разобраться Что ты есть Там внутри А не убегать От этого Хронически Тогда только Как сказал Джо Диспензе С вами будет Что раз рано Когда я начинаю цитировать Джо Диспензе У меня что-то с голосом происходит С вами будет то Что А вот такой Да Это стиль такой Я вспомнил С вами будет то Не что вы хотите А то что вы есть Цитата Джо Диспензе Ну так как есть Так и сожалению Как есть Вот Что я Страха нагнал Да Интересно Отсюда возникает Это слово Фраза Ложь себе Ложь себе Это не просто Такая красивая Фраза Сначала Если ты Игнорируешь эмоции Ты получаешь Дискомфортную жизнь Ты получаешь Повторение Событий Которые определяет Ну которые Очевидно будут Повторяться Те кто знает Циклы повторения Они прекрасно знают О чем мы говорим Значит Потом ты будешь Страдать Хроническими Состояниями Своего тела А потом Это болезнь Ну вот такая Динамика развития Да это история Просто как бы Все просто И залезть в это все Можно только через Контакт с эмоциями Поэтому очень важно Понимать Как ее видеть Как распознавать Как они организованы Как они там созданы И так далее И здесь реклама Подкаста Который только-только Начался Первые три встречи Бесплатно Можете посмотреть Понять что там происходит Рекомендую вам Вообще-то Первые три встречи Бесплатно Это вот про это Это вот про то Что я говорю Вам сейчас И не растягиваю Вот А потом сами решите Пойдите вы дальше Или нет Вот На полумерах Я за полумеры Я тоже Я тоже за полумеры Нам хватит трех Трех Идите Если даже Три Уже что-то сдвинете Да Почему-то я написал Пример Да Вот две девочки Одну любили А другая Плохая На папу Оказалось Похожа Да И потом Всю жизнь Борюсь с папой Внутри себя Ну и тоже Как вот Логика Примерная Похожая Похожая Как вот Героя Которого я Описывал Зачем мне Нужна эмоция В которой Застыл С ней Работать Тоже Какую-то Фразу Интересную Записал Почему Ее А вот Еще Интересная Фраза Красной Пастой Записал О Что-то тут Про деньги Записал Да А Такой Думаю Попровоцировать Надо их Немножко Здесь Такой Думаю Потому что Пока я с вами Вел Эфир Какая-то Потребность Провокации Вот это Она вам не Делала Мне кажется Я и так Вы Не смогли Открыть Первые встречи Без покупки Да вы Просто Напишите Администратор Вам Все Откроют Вам Придет Специально Человек Постучится В дверь Откроет На бумажке Все Он покажет И будет Сидеть С вами Сказать Мягко Будет Говорить В окно Будет Показывать Вот они Трестрить Это Вы знаете Как Вот Так работает Психика Которая Например Вот если Мы Вот Пример Про деньги Например Если привести Вот Взять Пример Вот Этой Женщины Которую Написали В чате Это Звучит Так Примерно Например Вы Получили Например В наследство Установку Про деньги Например В присутствии Денег Испытывать Стыд Например Стыд И вы Такие Взяли Включили Телевизор Там Какой-нибудь Убедительный Эксперт Нагнал вам Энергию И такие Да Да Деньги Заработать Да Точно И он Такой Да Ты сможешь You can do it You can Just do it Just do it Просто там Да Накачал вас Энергию Вы такие Пришли Такие Подавать В налоговое Заявление На ИП Такие Раз И вам сказали Вот у вас То есть Справки нет И вы такие Вышли И вот как-то женщина Написала Да А я не смогла Найти ту справку А может быть Это все-таки А может быть Это все-таки Не стоит делать А я не смогла Найти справку Все Почему ты не открыла ИП А я не смогла Найти справку И здесь Понимаете Это механизм Ведь он очень прост Если у меня Внутри Есть Штука Которая Говорит Например Да Такая Я В твоем развитии Вот Вот развитие А вот вы И вы такие К развитию Идете А внутри Штука Куда Куда ты пошел Куда ты пошел Такий раз У вас ноги Такие И вы падать Начали Вставать Падать И вам Такие И внутри Голос А справку Справку Ты не нашел То есть Подкорочка Говорит Я не знаю Вот это Я не могу Мне надо Вот это Сохранить Вы же понимаете Да Нейронная сеть Не стремится Обновляться Она стремится Сохраняться И поэтому Когда вы идете К своему развитию Мозг Говорит Уровень стресса Начинает расти Внутренний Серьезный Уровень стресса И мозг Говорит Мне лучше Избежать Этого Избежать Этого Как Вот недавно Одна Участница Курс Практической Психосоматики Потрясающую Вещь Сказала У нее Там серьезная Серьезная Проблема С глазом И вообще С глазами И она Я говорю Закрываем глаза И давай посмотрим Что приходит И она говорит Да вообще Если Если не Видеть То приходит Какое-то Океаническое Спокойство Понимаете Мозг говорит Не видеть Безопасней И Получается Что нужно Пробраться Для того Чтобы и Видеть И жить Нужно Пробраться Через Вот этот Стресс Почему Видеть Почему Мозг Решил Что Видеть Страшно Это Вопрос К тем Кто Вас Программировал Или Какому Вашему Опыту Да Поэтому Всякие Такие Объяснялки Для себя Которые Там Почему Я не Иду Туда Куда Не Иду Они Предполагают Избегание Не Надо Себя За Это Ругать Вот Сейчас Я Говорю Это А У многих Возникнет Соблазн Такий Вот Опять Опять Я это Делаю Плохой Твай Гад Сволочь Не Надо По Настоящему Внутреннюю Революцию Вы Совершите Это Давайте Сейчас Сделай Такой Маленький Маленький Ход Смотрите Вот Если Вы Ловите Себя На Ком Сопротивлении В Жизни Да Неважно Справку Не Получили ИП Открывали Да Или Не Зная Не Открывается Первый Урок Все Значит Не Судьба Не Судьба Вот Значит Это Знак Знак Точно Знак Знаки Надо Слушать Читать Нельзя Игнорировать Это Знак И Вот Если Вы Ловите Себя На Подобного Рода Сопротивлениях А потом Таки Обнаруживаете Сопротивление Ну вот Как я Сейчас Тыкнул Пальцем Сопротивление Так это же Сопротивление Вот И Вы Обнаруживаете Сопротивление И У вас Внутри Начинается Такой Дискомфорт Опять Я Это Делаю Опять Я Блин Да Я Никогда Не Разовьюсь Да Блин Да Это Да Это Тема И Начинается Внутри Такая Неприятная Коктейль Выделять Вы Вдруг Обнаружили Что Вы Себя Обманываете Прячетесь Вы Такая Может быть Несовершенная Слабая Внутри Так Гаденько Так Сложно И Там Можно Обнаружить Голос Который Себя Ругает И Так Вот Так И Имеем Право Не Осознавать Что Сопротивляемся Имеем Право Осознать Что Сопротивляемся И В этот Момент Мы Имеем Право Признать Своё Несовершенство И слабость В этом Месте Нормально И Вместо Критики И Вины Дать себе В этот Момент Состраданец Немножечко Состраданец Сказать Да Я Избегаю Да Избегаю Да Это Сложно Подойти Внутренне К стенам Своего Тоннеля Да В котором Мозг Говорит Держись Очень Сложно Жесточайший Стресс Мозг Очень Хитёр В этом Обманывает Филигранно Господи Да Распоминая Огромное Количество Случаев Как он Как он Обманывает Галлюцинации Иллюзии Создает Все нужно Уметь Видеть Разобрать И так далее Ну Галлюцинации В смысле Прямые Галлюцинации У людей Больных И прямые Тоже Да И вот в этом месте Очень важно Себя поддержать Сказать Да 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 Сопротивление Да Да Очень страшно Туда идти Да И в этом месте Произойдёт Трансформация И вам уже Бах И не очень-то страшно Идти Почувствуйте Это просто Сейчас Это Элементарный Кусочек Того Как вот Устроено Устроены сложные моменты В нашей жизни Ладно Сложные моменты В нашей жизни Чувствую я Что Запал и сяк Чай кончился Блин Коньяк Вам спасибо Что вы были Вам спасибо Что вы были И не знаю Можно ли это показывать Бабушкам или нет Как написали в анонсе Значит Возможно Разным бабушкам Некоторым можно Некоторым нельзя Но я попытался Объяснить Что Наш чувство Наши эмоции Являются Единственным Средством До которого Вы можете Дотянуться До гормонов Вы не дотянетесь До тканей Не дотянетесь Кроме хирургов Но не надо Не надо Лучше до хирургов У вас Единственная возможность Дотянуться До эмоций Вот это действительно Принадлежит нам Это действительно Управляется нами И природа сказала На планете земля Вы единственные Кто будет это делать Ни кролики Ни собачки Ни голуби Никто этого делать Не может Кроме нас У нас есть Префронтальная кора То есть возможность Рефлексировать И соответственно Рефлексировать свой опыт Менять эти эмоции Это наша суперспособность Если вы ей не умеете Пользоваться Вы кролик Собачка Шучу 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 Такая жесткая шутка На границе Ну В каждой шутке Есть доля Вы понимаете Поэтому давайте На подкаст Дорогие друзья Напугал Напугал Такой Задобрил Дал надежду Показал Ну ладно Вон туда Вон туда Идите туда Вот Ну и для того Чтобы вообще понимать Как это работает Как это устроено Чтобы вы понимали Поэтому Песня звучит Не надежда Мой компас земной А эмоции Мой компас земной А удача Награда За смелость А песни Довольно одной Чтоб только о доме В ней пелось Все Амба Эмоции Погнали Суперспособность Даем пинки Шлепок Не хотите? Все Спасибо До следующих встреч Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok